Наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где они должны быть. Мы сегодня собрались, это добровольцы, которые в любое время готовы выехать на любую специальную операцию, на любой территории, чтобы обезопасить наше государство, наш народ. Поэтому мы еще раз собрались показать, что мы поддерживаем полностью решение верховного главнокомандующего. И мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились, готовимся и будем готовиться всегда. Говорят, более 10 тысяч? Около 12 тысяч, а так по списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за нашу государство, за Россию. Александр Владимирович, можно ли называть это демонстрацией силы? Если да, то стоит ли бояться оппонентам России? Да нет, показать силу тем бандеровцам, тем отчапянцам не стоит. Они не воины. Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину. И мы предлагаем им добровольно, чтобы они сдались, перешли на территорию России, посоветовали с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать. И дальше по этим шагам и ты должен развиваться. Рамзан Ахмадович, со вчерашнего дня уже ходят слухи, что вы были на Донбассе. Насколько это соответствует действительности? Я генерал Росгвардии, я не имею рассекретовать секреты. Поэтому, если я что-то скажу, меня накажут за это. Рамзан Ахмадович, говорят, что наши бойцы уже штурмуют. Наши бойцы находятся в здравии. Никто не болеет. Даже гриппом не болеет, омикроном не болеет. Все здоровы, все сыты, все подготовлены, обеспечены. Мы будем получать приятные новости в ближайшее время. То есть нет информации о том, что есть среди наших погибших? Даже царапины нет ни одного человека. Я вас уверяю, 100% это заявляю. На сегодняшнюю минуту ни одной царапины нет. Рамзан Ахмадович, сейчас Киев, дальше что? Сейчас Киев, дальше кто будет лезть на нашу страну, видно будет. Пока они хотели, раньше хотели через Грузию, Южную Осетию, хотели развалить наше государство, после Чеченской республики. Вот теперь они хотят через Украину. Это им не будет хватать. Видно будет, что дальше. Как решит президент, так и мы. Рамзан Ахмадович, много беженцев готовы регион принимать? Есть нужный. Каждая семья чеченская, я уверен, готовы взять на себя тех беженцев, сколько столько они могут. Потому что нас тоже принимали, и в Украине принимали, и в Луганске, в Крыму принимали, и в других регионах Российской Федерации. А так, республика, команда Ахмада Хаджи Кадырова уже готовится помочь беженцам, где они находятся. Если есть желание приехать в республику, мы здесь тоже готовим места. В последнее время вводятся санкции против России, в том числе возможен разрыв торговых отношений. Как вы оцениваете вклад Чеченской республики в импортозамещение? Абсолютно, абсолютно. Они даже если введут санкции, они через месяц должны будут отменять долг. Без России экономика не может существовать, в частности в Европе и Западе. Поэтому у нас есть другие партнеры, китайцы и другие, другие, другие. Это бесполезные долг, как басни долг, байденские долг. Поэтому на них внимания нужно не обращать. Я нахожусь под всеми санкциями, живу комфортно, помеха нету мне в этом долг.